Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 51 год. Живу я на севере Свердловской области в маленьком городе Волчански. И с весом 115 килограмм постройнела вот уже на 23 килограмма. На моем канале много интересного. Заходите на канал, там есть подборочки. И там у меня есть подборки и с рецептами, многие из которых я сама придумываю, считаю КБЖУ. И с моими похудейскими рационами, и с вязанием, и еще с чем-то. Ну, в общем, много-много всего интересного. 9 ноября, среда. 10 ноября, среда. 9 ноября, среда, взвешивание мое, вы уже видели. Моя цель к концу ноября увидеть на весах первую восьмерочку. Пусть даже это будет 89,9. Для этого мне нужно сбросить 2,7. Ну, будем говорить, 3 килограмма. Почти, да? Сейчас у нас повалил такой снег. Я вообще-то планировала погулять и записать болталочку на прогулке. Если это получилось, то вы ее уже видели. Если нет, то нет. Итак, мой завтрак. Здесь у меня 150 грамм каши. Куда я еще добавила? Она потом загустевает. И я добавляю немножко молочка и воды с подсластителем. 2 грамма вот такого вот замечательного сливочного топленого масла. Значит, рассказываю про кашу. Это каша ячнево-пшеничная. Да, я же люблю экспериментировать, миксовать. В общем, я взяла 120 грамм ячки. Давай я вам сейчас покажу. Вот, 120 грамм я взяла пшенички. Крупа такая, пшеничка. Как она еще называется? Полба. Вот, и 120 грамм ячки. В мультиварку посолила. Добавила в водичке литр молочка. Да, 330 грамм. Потом я еще добавляла. Я люблю, когда каша пожиже. И то она потом, когда стоит, она еще загустевает. Посолила. И все в мультиварке она у меня делалась. Знаете, у меня такая интересная мультиварка. Она за один режим, за один цикл, вот кашу как бы до ума не доводит. Да, но за два цикла каша получается идеальная. Посчитала я ее к БЖУ, что у меня получилось. У этой каши на 100 грамм. Смотрите, всего 53,1 килокалории на 100 грамм. Два белки, 0,6 жиры, 9,5 углеводы. Вот, это значит каша у меня. Под сластитель я добавляю в фитпарад номер 7. Я люблю, чтобы каша утром была сладенькая. Так, здесь у меня кусочек голландского сыра. Так, 11 грамм. Вот, все посчитано. Да, мои дорогие, я все записываю. Вы знаете, мне проще все быстренько записать, чем какие-то приложения. Я пользовалась, уже много раз об этом говорила. Но мне это дольше и муторней. К БЖУ блюд, я считаю, на кулинарном калькуляторе скачан у меня. Замечательный. Он там все считает и на 100 грамм, и весь состав. В общем, и учитывая ту варку, жарку. Ну, а все, что я кушаю, я записываю в тетрадочку. Мне удобно, потому что я могла пролистать в любой день и посмотреть, что и как там у меня. Так, да, подробно рассказываю, потому что иногда мне пишут в комментариях, Оля, вы вот так быстро. Вот, иногда я показываю подробно. Иногда как бы быстренько, иногда подробненько. Вот, здесь у меня мой шоколадный кексик. Творожно-шоколадный кексик. Рецептик уже на канале. Одна штучка получается на 112,5 килокалорий. Так, вот он у меня записан. И намазала я на него вот такую замечательную арахисовую шоколадную пасту без сахара. Покупала на озоне. Она калорийная, но она без сахара. И посмотрите, тут на первом месте вот жиры, полезные жиры из орехов. Вот, поэтому я ее вот так вот делаю. Ну и в общем весь мой завтрак у меня получается. Ну и еще будет кружечка кофе, которую я налью чуть позже. Потому что пока я записываю, с вами болтаю. Оно у меня остывает. С молочком и весь мой завтрак получается на 360,4 килокалорий. А всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Вот такой у нас идет снежок. Но камера не передает. Он то гуще такой становится прям крупными такими хлопьями. То вот помельче. Вот видите, сколько у нас уже. Север на Урал. Что вы хотите? Скоро на лыжах побегу. А на улице пока всего минус 5. Итак, что я сегодня буду готовить? Начала я не с обеда. На обед у меня планируется грибной супчик со своими замороженными маслятами. А начала я с заготовки для ужина. Значит так. Здесь у меня 900 грамм вот таких вот свиных ребрышек. Они у нас продаются в магните. Называются они ребрышки для тушения Сибарго. Вот. Значит, я их помыла. Здесь я делаю что-то типа маринада. Значит, 100 грамм йогурта. Вот такая у меня баночка с йогуртом. Оставлю его в подсказках. Ссылочку. Много раз уже показывала, как я делаю йогурт. Ничего здесь сложного нет. Так. Так, 100 грамм же томатной пасты. И насыпала всяких приправок. Значит, здесь у меня адыгейская соль. Так, хмели сунели. Уцха сунели. Капельку аджики. Паприки. Тоже покупала на зоне. Вот такая большая баночка. Классная паприка. Так. И немножечко еще смесь перцев. Значит, сейчас я все это хорошенечко перемешаю. Замариную ребрышки. И оставлю до вечера. Я буду запекать их в рукаве с овощами. И считать, конечно же, калорийность. Что у меня будет из овощей? Фокусируйся давай. Лук, кабачок. У меня все овощи свои. Абсолютно. Еще у меня есть и кабачки свои. Хотя уже ноябрь месяц. И перчик у меня есть болгарский. Да, положу немножко яблочек. Очень обожаю это сочетание мяса. Либо курицы, либо даже рыбы. С чем-то фруктовым. Яблочки у меня свои. Немножко осталось. Они такие кисленькие. Они сюда хорошо подойдут. Так, морковку положу немножечко. Вот. Это я буду запекать в рукаве. Считать калорийность. Все. А сейчас я мариную ребрышки. И оставляю их мариноваться до вечера. Да. Я уже говорила, что я редко готовлю для себя отдельно. Ну, разве что вот какую-то выпечку чисто для себя. Потому что мои мальчишки не любят с подсластителем. А я уже привыкла. Мне его вкус абсолютно не мешает. Знаете, для меня уже сахар даже. Вкус сахара стал каким-то инородным. Вот. А все остальные блюда я стараюсь делать так, чтобы они были максимально приближены к ПП. Поменьше жира. Там без какого-то там майонеза. Ну, в общем, чтобы вся семья могла спокойненько есть. И я в том числе. Вот такая красота получается. Накрываю. Люблю накрывать всякие такие вещи шапочкой для душа. Хоть тесто, хоть что-то замаринованное. И все. Пусть стоит, маринуется. Да. А вот здесь у меня грибочки маслята мои замороженные. Значит, они у меня разложены по пакетикам в морозилке. Их очень много. Потому что мы тут насобирали грибов за август-сентябрь. И даже в октябре еще собирали. Есть даже у меня ролики на эту тему. Они разморозились. Ну и все. Сейчас сварю обычный грибной супчик. Там немножко картошечки, лук, морковочку добавлю. Вот. Будет такая красота. Я уже подготовила, почистила практически все овощи для ужина. Вы знаете, когда запекаешь что-то с кабачком в рукаве, он дает очень много соку. Прям там. Поэтому, что я делаю? Я кабачок вот так уже режу на кубики. Ну, довольно-таки крупненькие кубики. Присаливаю. И оставляю. Уберу потом этот лишний выделившийся сок. Дело в том, что при запекании он еще все равно даст сок. А пока у меня перекусик. У меня 180 грамм винограда кишмиш и груша. Вот такая отличная груша-конференция. 200 грамм. И мой перекусик выходит на 210 килокалорий. Подсчитываю нарастающий итог. 570. Дамы и дорогие, я не сказала. Сейчас полнолуние. Это какой-то тихий ужас. У меня всю жизнь на полнолуние я очень плохо засыпаю. Вы не представляете. Было полпятого утра, когда я еще поглядывала на часы. Ну, рядом, как всегда, лежит на тумбочке телефон. И я не сплю, не сплю. И, значит, периодически смотрю, сколько же я не сплю. Это просто кошмар. Поэтому проснулась я. Ну, как? Я там просыпалась, еще будила сынишку в техникум. Все, в общем, несколько раз. В общем, окончательно, так сказать, я встала уже в 12-м часу. Это я встала. А завтракала я в 12.50. Сразу мне есть не хотелось. Тут уже кое-что поделала. Вот, поэтому вот так у меня сбит график. 12.50. У меня был завтрак. Перекус у меня 15.10. Я, да, я записываю время. Вот. Гулять я пойду. Скорее всего, я пойду на стадион, на тренажеры, пока их снегом не занесло. На лыжах пока там лыжню еще нормально не сделали. У нас то дождь, то снег. Гололед страшный. В общем, просто пойду гулять. Но болталочку записывать не буду. Иначе ролик будет очень длинным. Я лучше вам в конце поставлю песню. Давно я ничего не пела новенького. Все. Сейчас я перекушу, скорее всего. Да, супчик у меня уже готов. Но я его пока не хочу. Я хочу поесть фруктиков. Хоть и бытует такое мнение, что фрукты нужно есть до 16 часов. Но так как я ложусь очень поздно, засыпаю. Я не особо этого придерживаюсь. Но стараюсь хотя бы до 6 вечера поесть фрукты. А уже когда приду после прогулки, скорее всего, я поем немножко грибного супчика. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Купила я у нас в фикс прайсе вот такие вот ниточки. Не вообще недорогие. Правда, это... Ой, забыла. Ну, в общем, синтетика, видимо, какая-то. 79 рублей всего моточек 100 граммовый. Ну, ничего. На шапочку мне пойдет к лыжному, к лыжах бегать. Свет сейчас неправильно передается. Она такая, какая-то немножко розовая, персиковая. Ну, в общем, что-то в таком духе. Вот вяжу себе такую шапочку. Вяжу шапку обычной английской резинкой. Вот. И будет, скорее всего, она у меня с отворотиками. С одним или с двумя. Без отворотов. Ну, мне такие шапки не идут. Так. Я погуляла. Гуляла я сегодня недолго. Около часа. Ну, так получилось. В общем, пришла уже голодная. Здесь у меня 400 грамм моего супчика грибного. 10 грамм сметанки. И весь обед у меня всего лишь на 136 килокалорий. Да, мои дорогие. Я сейчас супами не заморачиваюсь. Я как-то обсчитывала борщ. Ой, ну, у меня что-то вообще там получилось 35 килокалорий на 100 грамм. Ну, в общем, я делаю так. Легкие супчики типа грибного я считаю по 30 килокалорий. Ну, в общем, интуитивно. Какие-то по 40. Борщ я сейчас считаю по 50. Ну, если какой-то суп пюре, типа я делаю такой гороховый, с копченостями, их можно по 60 и даже по 70. Чем гуще, тем калорийнее. Вот. Так что с супами, как говорится, проще. И вот всего лишь у меня на данный момент всего 706 килокалорий. Ну, ладно, сегодня двигательной активности у меня немного. Так что ничего. Калораж у меня, вообще я стараюсь придерживаться где-то 1300-1500. Вот в таких рамках. Примерно за полчаса как ставить в духовку. А в духовку я ставлю примерно за час до ужина. Значит, все овощи, кроме лука, а кабачки у нас уже присолены, я их не трогаю. А лучок потом уревусь я с ним. В общем, режу произвольно вот такими кубиками. Здесь у меня болгарский перец, картофель, яблочко кисленькое одно, и морковочка небольшая. И можно добавить любые свои приправки. Вот у меня, например, тут есть для картофеля, аджика, для жаркова, смесь перцев. Надо только аккуратненько немножко присолить. И вы знаете, тут самое главное не пересолить. Лучше потом, вот кто не видел, я купила наконец-то вот такую мельничку. Насыпала туда розовую гималайскую соль и черный перчик горошком. Хочу заказать вторую, чтобы у меня было по отдельности. Лучше потом присолить немножко готовое блюдо, чем пересолить. Потому что оно будет готовиться в рукаве. Да, кто еще не знает, заходите в мои подборки, в плейлисты с рецептами. Там море всего интересного. И там есть подробные рецепты о рукавах. А сейчас я просто вот так быстренько. И, значит, хорошо перемешаю. И тоже оставлю. Ну, все. Вы знаете, остренькое мы любим. А вот с солью, с некоторых пор, да, как я стала стройнеть, я очень осторожно. Я солю блюда все меньше и меньше. Кому нужно посолонеть, те себе в тарелочку подсолят. К приправам я добавила вот буквально капельку-капельку, чуть-чуть адыгейской соли. Сейчас хорошо перемешиваю и оставляю где-то на полчасика. Смотрите, как красиво. Да, такое блюдо мы еще обожаем делать с тыквой. Ну, просто у меня сейчас пока полно еще своих кабачков. Их надо кушать. А потом мы будем брать тыкву у свекровушки. У нее большие запасы. Вот такие я люблю использовать пакеты для запекания. Ну, они разные, продаются и в рулонах, рукавы. Но эти удобны тем, что вот уже готовый пакет. Мне кажется, они сейчас везде продаются. Прошло полчаса. Я как раз повалялась в ванной, извиняюсь за интимную подробность. Вот так, довольно-таки крупненько я порезаю лучок. Сюда же добавляю. Сейчас солью жидкость кабачка. Сюда же добавлю. И сюда же добавлю вот эту красоту замаринованную. Перемешаю в пакет на противень и в разогретую до 190 градусов духовку. Ну, примерно на час. Духовка уже разогревается. Не помню, сказала или нет. Готово. Сделала пару прокольчиков для выхода пара. Я перевернула так, чтобы ребрышки все-таки были пониже, чтобы они пропитались вот этими вот соками овощей. Все, ставлю в духовку. Да, я сразу делаю много, чтобы нам хотя бы не на один вечер, а на парочку или даже троечку, чтобы не каждый день готовить. Калорий у меня сегодня наедено совсем мало. Ну, что там было того супчика? Всего чуть-чуть. Поэтому я еще решила съесть вот такое классненькое яблочко. 150 грамм. И вот такая красотень у нас получается. Как я не люблю искусственное освещение, плохо передает. Вот это моя порция. И что у нас получается? Вы только посмотрите. На 100 грамм всего 103,4 килогалории. Вот так. Потому что много овощей. И без капельки жира. Готовилось все только в собственном соку. Ни масла, ничего. Так, 3-4 белки, 6,6 жиры, 7,7 углеводы. Так, и получается, что у меня на ужин я положила себе 400 грамм. Ну, чуть-чуть побольше, потому что там косточки все-таки. Наговато косточек. Так, в прикусочку у меня будет сметанка. И весь ужин у меня на 470 килокалорий. Так, что я еще не сказала? А, тут я съела пару долечек шоколадки. Вышло у меня вот около 60 килокалорий. Тут все-все-все-все записала. Да, поздновато, полдевятого. Ну, учитывая, что я засыпаю в час, а то и в два. Так что ничего. В общем, сегодня у меня получилось 1350 килокалорий. Вот. А блюдо замечательное. Всем приятного аппетита, кто кушает. 10 ноября, четверг. Замечательно. Минус полкило. Еще ровек. Ну, вот. Все хорошо. Так и запишем. Кстати, ребрышек с овощами на 2-3 дня нам точно не хватит. Потому что, ну, вчера были друзья мужа в гостях. Вот. Всем так понравилось. Это было обалденно вкусно. Вот прям, знаете, без это самое. Вот это вот то, что в собственном соку тушилось. И вот овощи все дали свои соки. Все смешалось. И вот этот бульончик было. В общем, обожаю так делать. Вот что-то запекать в рукаве. Мариновать с овощами. Сунул в духовку. И все дела. Ну, все, мои дорогие. Итак, наверное, уже ролик большой. Всем пока-пока. Если видео не выйдет на Ютубе, значит, будет рацион на Дзене в виде статьи. Да, ютубовцы, мои дорогие. Кто еще на Дзен мой не подписан. Пожалуйста, подписывайтесь. Там больше всего. Всех люблю. Обнимаю. Всем крепкого здоровья и песня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok